привет любители диких танков привет всем друзья с вами киме f1 и сегодня у нас очередной бой и будет на черчилле мк 7 5 уровня нет не купил я его а после покупки т3 457 в этой игре прикольно мне это очень нравится дают на пробу прям уже много их каждый день какой-то прям дают каждый раз попробуй говорит сыграй бой понравится вот покупай и вот у меня это первый бой сразу же зашел вышел в бой посмотрим что из этого получится на друзья бой конечно получился очень наверное интересным слоупочный этот танк на нем кататься и не любил во всех во всех играх единственное что у него всегда присутствовала броня ну вот этот башенка посередине когда-то не выезжаешь пока из-за какого-нибудь укрытия тебя на гуслю ставят и разбирает и прочее прочее но в этой игре этот танк себя показал конечно с интересной стороны тут просто-напросто он им будет своей броней едет всех убивает но очень-очень медленный вот я его покупать ребят сразу скажу не стал я провел бой мне он конечно понравился хороший танк все отлично но слишком уж он медленно и альфа более-менее прилично скорострельность просто шикарнейшая как у всех черчилей скорострельность очень хорошая очень быстрая так вот еще один чудик едет сейчас мы попробуем тут их всех уничтожить пушка конечно вниз не гнется достаточно по той причине что башни находится посередине но тут надо это все учитывать вот мы дождались когда он приедет в ту точку куда мы уже навелись он приехал мы его убили вот этот чувак на крусайдеры решил снизу меня пострелять но так как у нас брони больше я решил я просто на него свалюсь и прибью его по той простой причине что мы тяжелее и нанесем больше урона также здесь вот пазик приехал попробуем его разобрать с пазиком сложнее у них тут в этой игре видите еще не все моменты знает этот первым выстрелом я щит дз только защиту боковую сши потом только урон проходит во всех игрок все по-разному здесь конечно много еще нюансов не знаю какие танки куда пробивает все по наитию как других играх пробую но все игры разные они похожи танчиками но какие то есть свои нюансы спасибо что вы пишите об этом постоянно мне в группе vk многие ребята играющие в эти танки пишут предлагают что-то аккаунты ребят не надо предлагать хочу сам прокачаться нуля мне это были и при соке от других игр и все прочее это не очень интересно хочу с нуля будет какой-то момент если что-то у меня не получится я у вас попрошу помощи что ребят тут нужен такой танк у кого есть дайте на него сделаю обзор у меня не получается что-то его выкачать или купить или прочее прочее но сами понимаете а так пока все в порядке люблю ваши комментарии постоянно читая их обязательно читаю но из них делаю выводы потому что мне ваша помощь очень ну как говорится и нужна и помогает быстрее освоиться так еще один фраг ребят и мы остались одни но хп мы нифига не потеряли потому что нас никто не смог пробить пока мы с вами разговаривали мы начерчили просто всех уничтожили остались одни и такой назад сдал думаю что за такой стук но штук для меня это не соперник на самом деле хотя знаете честно вам скажу здесь я еще в афиге иногда что я не пробиваю даже какие-то такие картонные танки или снаряд летит мимо часто так бах просто не знаю здесь еще всех зон пробития не так как в артов танк или армати да и прочее свои особенности штука мы естественно разберем это так ни о чем и кто-то сбоку тут не шмаляет какая-то арта и здесь ребят вот такой момент я думаю марта вы же сами понимаете арта это вообще не бронированное существо сейчас я тут разберу на раз-два а сколько раз я в нее не попал это первый был нюанс во вторых обычно играя те же world of tanks и прочее если не брать французских арт остальные там но и некоторых британских очень слоупочные они нифига не ездят здесь вот второй раз его не пробил думаю ё-моё куда и вот попробуем лючок слева вот смотрю какой-то там люк что ли на уже на обум без засветки кинул пробуем он у меня шмаляет неплохо у меня уже он почти ополовину но нет ни половины на самом 300 хп снял победа вроде как бы в руках уже я так думаю но надо же за ней угнаться карта большая первый момент думаю ехать на захват да ну и нафиг не люблю это делать да и на захвате арта будет шмалять знаючи куда и будет постоянно сбивать думаю поеду к я ее прибью то что все равно у нее обзор лучше чем у меня вот я свечу ся ее не вижу поеду постреляю когда я в нее стрельнул она ушла из засвета я ее пробил один разочек сейчас следующий выстрел решил посередине попал сбивает она мне гуслю такая дуэль в чате тут ребята начали писать кто выиграет чуть не ставки делать как обычно это бывает знаете когда команда сдыхает и остаются один на один игроки все сдохшие даже с нулем дамага начинает давать советы писать свои прогнозы так далее потом к этому надо нормально относиться потому что эта игра кто как играет так и играет это в принципе каждому свое я не любитель вот таких моментов да у меня world of tanks там прекрасная статистика 58 процентов побед там все эта фигня но я вам одно хочу сказать никогда на это не надо обращать внимание есть просто ребята из красной статистикой 40 процент на играют они получают удовольствие вот здесь у меня глюкануло ребят и выстрел не был я ее пробил но в это время глюк такой произошел бак какой-то фриз не знаю что тут было все собрал в одну кучу и этот выстрел мы с вами не увидели запись прервалась еще сразу же моментально и я погнался за ней естественно понимая что она может от меня убежать и куда она может убежать сколько раз я не пробил ребят у меня одно тешило что вот видите она уже где я тут уже не досводясь стреляю но естественно попадаю и сейчас он бы мог меня обхитрить и уехать налево но я понял что он туда не пойдет а поедет направо потому что там много строений леса горок и от поехал туда думаю я тебя серьезно перехвачу остается три минуты других вариантов нет тем более честно скажу я не знаю сколько здесь длится захват базы думаю сейчас ли поеду на базу а там четыре минуты мне покажет то это просто заведомо поступил по идиотски на самом деле подведя свою команду потому что все сидят он в чате пишут им нужна победа кому-то x2 сбить в общем интересный бой сейчас будет завершение танк хорош броня потрясающая скорострельность хорошая ребят но слоупочность это вот он засветился ему бы куда-то скатиться укатиться но он стоял думал что он не видит я его не вижу что ли я убил это была победа вот такой бой естественно посмотрите какой разрыв в уроне мы тут около 2000 настреляли лучший был из тех 300 но не в этом суть мне естественно никаких очков ничего не начислили потому что это был пробный бой танк мне понравился танк очень хорош пишите о нем свое мнение ребят пятерых мы завалили в этом бою чуть-чуть довольно не хватило шестого вот как вам этот танк покупать я его не стал на с вами был киме f1 всем пока пока друзья и до скорых встреч да а а и и и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин